Привет! На следующий день после переезда в дом человек обнаружил под крыльцом 47 фигурок-клоунов! Зачем их туда складывали, предыдущие хозяева объяснить не удосужились. Эммм, вот это реально странно. В саду своего дома новые жильцы обнаружили Микки Мауса, распятого Микки Мауса. Чем он так насолил предыдущим жильцам, остается загадкой. Когда начали делать ремонт в новом доме, люди точно не ожидали найти странную куклу-клоуна, которая была замурована в специальной нише в стене. И даже фактория считает, что это выглядит подозрительно. Новые владельцы дома не обращали внимания на старую полку в кладовке, пока случайно не посмотрели на нее снизу и не выяснилось, что это настоящая доска для спиритических сеансов. Люди купили дом, не особо внимательно осматривая прилегающий участок. А когда решили там прогуляться, были удивлены, обнаружив целое кладбище домашних животных. И вроде бы ничего необычного в этом нет, но выглядит как начало фильма ужасов. Обычно на чердаке ожидаешь найти всякий старый хлам, но вот чего там точно не ожидаешь встретить, так это дом. Ну то есть реальный дом, просто поменьше. Ваши фотографии тоже могут оказаться в выпусках Фактории. Нужно просто сфотографировать что-нибудь интересное и прислать по ссылкам в описании. Новые жильцы решили заменить пол в спальне, но когда подняли доски, обнаружили под ними посмертную маску неизвестной женщины. Жутко. А главное, непонятно, что теперь с этим делать. Парень только что переехал в новый дом, и в тот же вечер в гостиной перегорела лампочка. Он решил поискать запасную где-нибудь среди хлама, оставленного предыдущими владельцами в шкафах. Только представьте, как он заорал, обнаружив на полке такую находку. Семья уже собиралась купить дом, но при финальном осмотре обнаружили на полу вот такие следы. Никто не знает, кто их оставил и когда, но дом покупать почему-то перехотелось. Во время виртуальной экскурсии по дому потенциальные покупатели заметили на кровати вот такую куклу. И теперь их волнует вопрос, ее оттуда можно убрать или дом принадлежит ей? Зеркало на потолке? Ну ладно, допустим. Но почему оно над унитазом? Предыдущие владельцы дома явно были большими оригиналами. Бывшие хозяева явно знали толк в необычных вечеринках. По крайней мере, они приглашали на них не только друзей, но и парочку демонов, судя по атрибутике, которую они оставили в комнате. Когда показывали дом предполагаемым покупателям, их провели в эту комнату, которая была заполнена коллекцией кукол. Говорят, после этого покупать дом они передумали. Вы бы рискнули купить дом, в котором есть вот такая комната. Если там жили не маньяки, то все равно личности определенно странные. Подняв ковер, в новой квартире на полу было обнаружено вот такое. Тут же позвонили предыдущим владельцам, чтобы спросить у них, что это вообще. На что получили невозмутимый ответ, что вообще-то эта схема используется для призыва ангелов, демонов или духов, смотря кого вам сейчас хочется встретить. Ну спасибо, успокоили. Просто представьте, абсолютно пустой дом от владельцев не осталось ни единой вещи, кроме одного игрушечного паровозика в темной комнате. Приехав осматривать новый дом, покупатели заметили прибитые к забору куриные лапки. На немой вопрос в глазах владелец дома спокойно ответил, что это для защиты от злых сил, и они могут не беспокоиться. Никто не обращал внимания на непримечательную дверь, которая ведет в сарай. Но оказалось, что она ведет не в сарай, а в огромный подвал с шикарным камином. Кому пришло в голову его там сделать? Ха, никто не знает. Найти в саду голову милого мраморного ангела это вроде бы как не страшно, но почему-то все равно мурашки по коже пробегают. Гораздо страшнее обнаружить в саду армию садовых гномов. Причем новый владелец сада был не в курсе их существования и наткнулся на эту толпу среди ночи. Говорят, его вопль слышала вся улица. Обычно в новом доме можно найти забытые вещи, мебель и еще какую-то мелочь. Ну, в крайнем случае, клад, если очень повезет. Но в этом доме новые жильцы обнаружили целую комнату, которой не было на плане. Вход в нее скрывался за шкафом. Трудно сохранить холоднокровие, когда заглядываешь на чердак нового дома и обнаруживаешь там склад забытых манекенов. Особенно этот жуткий ползущий манекен ребенка. Это вообще кошмар. А вот этот дом тоже выставлен на продажу. Странно, что его никто не хочет покупать, ведь там всего лишь скелеты демонов, прибитые к стенам. Предыдущие владельцы дома явно обладали очень странным художественным вкусом. Но очевидно, что это чувство прекрасного заставило их наклеивать выпавшие зубы на выключатель. Если бывшие владельцы хотели довести новых жильцов до инфаркта, то у них это определенно получилось. Хотя, подумаешь, всего лишь здоровенная кукла верхом на утенке. Обнаружить в доме неучтенный подвал – это еще полбеды. Но в подвале обнаружились кости. К счастью, не человеческие, но все равно веселья не добавляет. А вот это уже действительно серьезно. Мало того, что здесь потребуется полноценный ремонт, так еще было бы интересно узнать историю этой комнаты. Здесь явно происходило что-то интересное. Когда семья переехала в новый дом, они не сразу заметили, что к потолку приклеена сушеная мышь. И это было бы странно, но как будто этого мало. Эта мышь читает газету. В общем, новые жильцы в растерянности и не знают, что с ней делать. Как поступить, если, приехав в новый дом, обнаруживаешь чей-то склад молочных зубов? В комментариях кто-то предположил, что дом раньше принадлежал зубной фее. Найти в шкафу забытую вставную челюсть вроде как не особо страшно. Вот только новый владелец дома теперь переживает, как же там предыдущий хозяин. Тяжело, наверное, живет без челюсти. Это, конечно, очень мило, что предыдущие владельцы оставили в подарок покупателям дома рождественскую елку. Но вот такой сюрприз на елке оставлять было совсем не обязательно. Ну или хотя бы валерьянку оставили бы в комплекте. Люди купили крошечный дом с маленьким участком земли, но даже на этом участке обнаружился неприятный сюрприз в виде чьей-то могилы. После первой ночи в новом доме люди нашли у себя на крыльце вот такую композицию. И да, это настоящий человеческий зуб. Это что, какое-то приветствие от соседей? Или как это вообще понимать вашу? Когда продаешь дом, было бы неплохо предупреждать покупателей, что у тебя в подвале стоит фигура гигантского Санта-Клауса. Обнаружить его там случайно? Удовольствие не из приятных. Довольно неожиданно найти забытый в доме меч. Кем были предыдущие хозяева? Горцами? Для них нормально вообще забывать свое оружие. И что бы значило такое послание новым владельцам дома? Для чего нужно наклеивать фотографию Санта-Клауса с собакой на крышку унитаза? После уборки в купленном доме жильцы нашли 38 разных ключей. Похоже, у предыдущих хозяев было хобби такое – ключи терять. Но зато теперь появилась жизненная цель – выяснить предназначение каждого ключа. Мне в этот момент вспомнился сериал «Ключи локов». Отмечайся в комментариях, если тоже смотрел этот сериал. А вот после такой находки жильцам сразу захотелось переехать. Довольно неприятно знать, что помимо вас в доме живет еще огромная колония ОС, которые оккупировали под свои нужды весь чердак. Так много вопросов и ни одного ответа. Стул, в котором замурованы игрушечные фигурки обезьян. Ну что ж, у предыдущих владельцев явно было необычное хобби. При осмотре дома перед покупкой никто и не заметил, что из одной стены выглядывает чье-то лицо. Что теперь с ним делать, никто не знает. Кто-то нашел в новом доме целый ящик полный сломанных замков. Мне кажется, они должны быть соседями с тем человеком, который нашел целую кучу разных ключей. Владелец дома оставил в наследство покупателям целую вазу с гипсовыми слепками реальных человеческих зубов. Очевидно, он был стоматологом, но от этого легче не становится. А как вам такая находка в купленном доме? Всего лишь страшная лысая кукла-цыпленок, которую зачем-то заперли в клетке. И что-то мне подсказывает, что заперли ее там не случайно. Интересно, а этому столику не обидно, что хозяева его оставили в старом доме? Ну, хотя бы обувь не забрали, и на том спасибо. Похоже, на чердак нужно вообще заходить только в компании успокоительного, потому что никогда не знаешь, что там встретишь. Например, там можно встретить коня. Если вот такое обнаруживается на заднем дворе дома, дом стоит покупать? Это какой-то змеиный алтарь, что ли? А вот найти забытый кем-то сейф – это действительно занятно. Вот только есть одна проблема – как и положено сейфу, открываться он не желает. Люди купили заброшенный дом, собираясь его снести. Но вот дернуло их сначала осмотреть свою покупку. Готов спорить, у людей, которые нашли этот туалет, выражение лица было точно такое же. Вроде как переезд в новый дом – это повод для радости, но так бывает не всегда. Заходишь на чердак, а там на полу начерчены странные символы. А на столике тебя дожидается букет лаванды и странная баночка с пеплом. И понимай это как хочешь. Семья переехала зимой в новый дом, и каждый день на крыльце стали появляться следы басого человека. Причем исключительно отпечатки правой ноги. Какое-то одноногое привидение, что ли? Всего лишь фигурка, любезно оставленная предыдущими жильцами. Лучше бы они ее с собой забрали и не пугали людей. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!